Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Сегодня 77 занятие нашего великолепного курса, в котором мы учим иврит по Торе и учимся читать Торо на иврите. Неделю назад у нас отменилось занятие в связи с тем, что произошло событие, которое бывает не каждый год. Пурим Иерусалимский, то есть 15-е Адара, выпал на субботу. И поэтому часть заповедей Пурима мы выполняли в пятницу, как и весь астрономир, часть в субботу и часть в воскресенье, в частности, к Миште Весимха, то есть пир и радость, мы делали воскресенье и к вечеру воскресенья, хоть уже закончился день Пурима, у меня, честно скажу, не было возможности дать вам урок. Вот, поэтому то, что касается недельной главы прошлой недели ТЦВ, посмотрите данные прошлого года и, кроме того, напоминаю вам, что много информации, которая дается в недельных главах Трума и ТЦВ, повторяются потом в недельных главах этой недели и следующей недели, то есть Ваякхель и Пекудей. Вот, поэтому, я надеюсь, вы упустили не так много. Сегодня мы разбираем главу Ки Тиса, которую читали вчера в субботу. Очень интересная и очень объемная глава. Вот, в частности, снова книга Шемот возвращается к повествовательному тексту, нарративному тексту, то есть рассказывается там о определенных событиях, о событиях очень важных, с которыми связаны посты. В нашем календаре, а именно 17-го Томуза, а что тогда произошло, Моше спустился в Гарисинай и обнаружил, что евреи развратились и построили Золотого Тельца. Да, и что было дальше, мы с вами читали в последнюю субботу, а сегодня мы разберем один из параграфов. Значит, год назад мы разбирали параграф 34, весьма важный. И сегодня мы разберем параграф 32, который рассказывает именно о событиях, о событиях, что именно произошло. Вот, так, словарь я вам поставил, но напоминаю вам, что лучше пользоваться, конечно, файлом, который я ставлю на нашу группу в Телеграме. Вот, там это удобнее, удобнее все изложено. Так, тем не менее, в чате я поставил словарь для тех, кому удобнее по ходу урока туда заглядывать. Итак, я должен... Сейчас, минуточку. Я должен включить демонстрацию экрана. И ставлю я вот. Значит, обратите внимание, что вначале я поставил сношку на интересный комментарий. К сожалению, что-то я не смог в этом году открыть сайт Маханаема. Может быть, Натан нам подскажет, что-то там произошло такое? Я сейчас проверю, но вообще, когда посмотрел, сколько-то времени. Почему-то вот два дня я пытался сайт открыть, и ничего у меня не получалось. Сейчас я проверю, окей. Так, тем не менее, я нашел текст, может быть, он просто здесь немного менее удобный, в текст-формате PDF, из книги издательства Маханаем, которая называется «Дни Траура», книга эта рассказывает, в частности, о событиях с «Золотым тельцом». И дается там перевод и развернутый комментарий к недельной главе 32-й, которую мы сегодня и будем проходить. Так, сейчас одну минуту. Я хочу опять же на чат вам поставить... Так, и что-то я... Это я проверил, все нормально. Можешь есть она, а ты можешь кликнуть, я поставил. Ага. Так, ну смотри, если ты в чат поставишь ссылку, может быть, это будет полезнее. Поставил, я поставил. Поставил, ага, хорошо. Так. Так, ага, вот оно, вижу, вижу, вижу. Так, я ставлю ссылку вот такую, кому что удобнее будет. Нет, смотри, это я нашел, но открывается ли сам сайт? Дело в том, что раньше я шел в раздел «Календарь» и видел там книги, посвященные праздникам и постам. А сейчас... Открывается, все открывается. Открывается. Я надеюсь, что вы разберетесь. Так, чудесно. Так, делаю... Так, мы видим экран, да? Да, конечно. Открываем текст. Так, чудесно. Так, момент. Так, разбираем. «Ваяр Гаам» и увидел народ. «Ки бошеш» – вот такое достаточно редкое слово, означающее «медлит», «не торопится», «опаздывает» Моше Моисей, «Ларедет Минагар» – спуститься с горы. «Ва-и-ка-гэль-га-ам аль-а-арон» – и собрался народ буквально на Аарона. Уже из того, что используется не «эль-к-а-арону», а «аль», да, мы видим определенную угрозу. Я постараюсь последовательно воздерживаться от комментария, который вы можете найти по ссылкам, и давать объяснение только словам, обращать внимание на то, что этими словами передано. Иначе я просто увлекусь и уйду в сторону. «Ва-йом-ру-э-лав» – и сказали ему, то есть народу «кум» – встань. «А-се» – это тоже императив. «Сделай» – «лану-нам» – «э-ло-хим» – помним, что это слово иногда означает «всевышнего, всесильного», Несмотря на то, что оно имеет форму множественного числа, мы считаем, что речь идет о едином Боге, но иногда, иногда слово это обозначает те силы природы, которые обожествляются другими народами, либо символы, символы божественной мощи, божественной власти. Итак, «Сделай нам богов», буквально, «а-шер-йел-ху-ле-фанейну», которые пойдут перед нами, перед нами, «ки-зэ», «ибо-э-то» – «мо-ше» – «моисей», «га-иш» – «человек» – подчеркнуто, что Моисей не более, чем человек, он тоже смертен. И назван он словом «зэ», что, в общем-то, обозначает некое пренебрежение. Потому что вот это вот, вот это, человек, Моисей, «а-шер-гэ-э-лану» от слова «олэ» в «ефиле», который поднял нас, ме-эрец Митраем, из земли египетской, «ло-я-дану» – это слово стоит в прошедшем времени. Мы не знали, но практически мы понимаем его в настоящем времени. Мы не знаем, ме-га-я-ло – что было ему, что было с ним. Мы не знаем, что с ним случилось. «Вайомер алыгем арон» – и сказала Марон. «Парку» – «парку» – «отсоедините», снимите. «Низмей газагавнезем» – называется украшение в виде носового кольца. Из текста вроде бы следует, что такие украшения носили и дети, и женщины, и взрослые мужчины. Из-за того, что слово здесь имеет отрицательную коннотацию, мы увидим, что произошло из-за этих «низмей» – «незем». Да, очевидно, и по этой причине, в частности, сейчас еврейские мужчины вроде бы не должны носить кольцо в носу. И обратите внимание, что словарь показывает интересное выражение, взятое из книги, насколько я помню, Мишлей. То есть, притча Целя Соломона – «как золотое кольцо в носу свиньи». Ну, по-русски обычно говорят «не мечите бисер перед свиньями». Хотя это несколько другое выражение, но смысл похожий. Так? А, нет, есть более точная русская пословица «как король и седло». Так? «Загав» – «золотые». «Ашер беозней ншей хэм» – «который в ушах ваших жен». Ну, «незем» – это не только носовое кольцо, но, как мы видим, и кольцо, которое в уши, то есть серьги. «Бней хэм» – «ваших сыновей у внотэй хэм» и «ваших дочерей». «Ве га ви у элай» – «и принесите мне», то есть собрать золото. Обратите внимание, сказано «золото снять с женщин и детей». «Ва иит парку, коль га ам» – «ид таки действительно снял» – вот это слово «парку». «Иит парку» – «однокрине». «Коль ам» – «весь народ» – «эт низмей га загав», то есть кольца золотые, ашер, «беозней гэм», «которые в ушах их». Из формы этого слова мы однозначно видим, что «ушах чьих» – «ушах мужчин». И комментарий тоже обращает на это внимание. То есть Аарон дал задание, которое трудно выполнить, которое будет выполняемо в течение долгого времени, потому что женщины очень неохотно расстаются со своими украшениями. Но народ обманул и Аарона тоже. Они вместо украшений женщин сняли свои мужские украшения. «Ва я ви у» – «и принесли эль Арон к Аарону». «Вайках ми я дам» – «и взял из рук их». «Ва я цер» – корень здесь тот же, что и в рассказе о сотворении. То есть построил, не создал из ничего, а преобразовал «отто» его, то есть это золото, «бе херет». Можно секунду? Можно секунду? Даже две? Нет, грамматика так просто, то, что я ухом услышал. Мне кажется, ты снижаешь пафос и драматику, да? Ну, как бы технически, что это были не женские украшения, а мужские. Вообще, по-моему, речь даже про этих интимные украшения, кумызль, что-то такое. Потом вообще идея, мне не то, что нравится, но мне кажется, вполне обоснованный драматизм. И даже статью читал Ханан Парата, он там говорит, что это ам-казе. Что значит ам-казе? Что он как бы в одну сторону и в другую сторону. То есть не то, что туда и сюда, а в том смысле, что такой эмоциональный, понимаешь? Может завестись на одно, а может навестись на другое. То есть может так подняться, а может так же и упасть, понимаешь? То есть как бы идея такая, что с таким пылом тащили на одно, а потом же с таким же пылом тащили на другое. Да, я, к сожалению, это еще встречаю в еврейском народе. Ам-казе, ам-казе. Это где сказано ам-казе? Ам-казе – это статья у Ханан Парата, я читал как раз про эту тему. Ну, любопытно. Это как бы потом, ну, в общем, из этого есть и хацикосмоля тоже, понимаешь? Ну, в общем, да. Кстати говоря, про хацикосмоля, я тебя не знаю, тебе послал или нет, просто слиха не могу не удержаться. Мне переслали совершенно сносящую голову интервью, если ты знаешь, такой Гидон Леви. Он бывший военный летчик, и он просто идеолог как бы левых. Я в течение последних лет, то есть когда его слышал, я просто меня, я выключал либо радио, либо телевизор, потому что это было просто, он дико совершенно. И вдруг сидит этот Гидон Леви, и вот человек на 180 градусов поменял свою позицию. Просто, понимаешь, просто бибист. Бибист? А чуть не упал вообще, просто, реально чуть не упал. То есть это невозможно себе представить. Окей? Все, откан. Ну, аналогичные процессы я наблюдал с теми евреями, которые всегда были на службе государственной идеологии в Советском Союзе, Советских времен, да, вдруг они перекрасились резко. Более того, сам приложил руку, участвовал в, наверное, первом в истории курсе переквалификации преподавателей научного атеизма, преподавателей истории религии. Да, и дал там курс ведения в иудаизм, и неплохо почитал. Ну, слушаю, наверное, если посчитать, сколько в обществе знаний и силы было евреев, понимаешь, что я думаю, их там будет немало, на самом деле, понимаешь? И на кафедре, как это было, научного атеизма? Я думаю, что там немало евреев вообще, говоря было. Ну, некоторых знал, но, к счастью, у меня на курсе евреев было не так много, вот. Но я имею в виду не только, скажем, этих, но и всевозможных критиков, писателей, которые указывали нам, куда нам идти. С тем же пылом, с тем же пафосом, да, немножечко в другую сторону. Мне рассказывал один московский хабадник, прошу прощения, тоже маленькое отвлечение. Значит, при... до 17-го года руководитель Российской Академии Наук был математик по фамилии, кажется, Некрасов. Я могу тут немножко напутать. Он был математик, и свои математические методы он приложил к экономике и написал научную работу, которая доказывала, что самым подходящим строем для России является монархия. И вот сразу после этого наступила, вскоре после этого наступила революция. Но поскольку он был хороший ученый и был на месте, его оставили. Что он сделал? Он переписал свою работу так, что теперь она доказывала, что самым подходящим строем для России является власть Советов. Когда ему указывали на некоторое несоответствие, он отвечал очень точно и математически. Ошибка в знаке. То есть вместо минуса где-то поставил плюс. Да, да, да. Вот. Ну, к счастью, все-таки он был не еврей, но и евреем это тоже свойственно. Итак. Окей. Вайцар Уто и преобразовал его ва херет. Слово харат это токарь, херет это некий режущий инструмент, допустим, резец. Ва я сейгу и сделал его эгель. Эгель. Эгель это буквально что? Теленок, да? С этим словом знаком каждый, кто покупал мясо в хорошем мясном магазине. Дальше идет слово масэха. Слово это, к сожалению, последний год гораздо более популярно, чем оно этого заслуживает. Да? Что такое масэха? Маска, да? Да и звучит похоже. Да? Что такое эгель масэха? Он сделал тельца, переводит, значит, перевод дается литого. Так? И это доводит, да. Что это значит? Ну, тот, кто имеет представление хотя бы отдаленное об обработке металлов, знает, что резец не применяется при литье, да? И наоборот, литье это что-то совсем другое, да? Резец обрабатывает металл и срезает с него все лишнее, да? А литье, металл расплавляется, заливается в форму, ему придается какой-то вид, какая-то форма, да? И комментарий тоже на это обращает внимание, да? Посмотрите сами. Я не хочу углубляться. Итак. Ва-йом-ру и сказали. Обратите внимание. Множественное число. До этого речь шла об аароне. А здесь сказали. Кто сказал? Так? Нет ни одного существительного до этого. Кроме вот, разве что вот здесь, слово га-ам, народ, да? И что же они сказали? Эла. Вот они. Элогеха наа, боги твои, Исраэль. Они обращаются к еврейскому народу. А кто они сами? Так? Посмотрите комментарий. Ашер га-элуха, которые подняли тебя, мэрец Митраин, из земли египетской. Так? Ва-яр агарон и увидел агарон. Интересно, что я обращаю ваше внимание каждый раз, что это слово, да, означает увидел, но оно очень сходно со словом и устрашился, и убоялся. От другого корня. Не от слова роэ, а от слова ера. Трепет. Так. Угу. Понятно. 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 Спасибо. Интересный комментарий в чате. Посмотрите. Так. Угу. Да. Да. Именно так. Слово зэ. Смотрите. Слово иш. Может означать ангел, но это скорее исключение. Вообще-то иш, как мы сейчас переводим, это человек. Здесь подчеркивается, что Моше при всем его величии все же человек и смертен. Значит, намек на то, что очевидно он умер. Он никогда раньше не опаздывал, в отличие от меня. И раз такое произошло, значит, по объективной причине он не смог вернуться. Поэтому следует искать ему замену не среди людей, а среди чего-то более вечного. Поэтому, возможно, статуя, скульптура, изваяние вечное, оно будет более подходящее. Так. Вот. Боди твои, Израиль, Ашир и Луха, которые подняли тебя из страны египетской. Так. И увидел, а может быть и испугался. Арон. Ва-и-вен означает по прямому тексту построил. Миз-бэ-ях это означает жертвенник. Комментатор обращает внимание, что эти слова можно понять несколько иначе, если произвести слово ва-и-вен от слова бина понимания, а вот это слово прочитать как завуах, то есть зарезанный. Ле-фанав пред ним, пред кем? Пред, очевидно, идолом, да, пред изображением ва-и-кра, Арон и возвестил Арон ва-йомер и сказал, Хаглашем махар. Праздник Богу завтра. Завтра, обратите внимание, а не сегодня. Ва-я-шки-му ми мухорат. И проснулись на завтра. Ва-я-лу о-лот. И буквально подняли поднятие. О-лот это жертвы всесожжения. Она называется о-ла. От слова, от глагола о-ле подниматься, потому что все мясо, вся плоть жертвенного животного сжигается и поднимается к небу. Так, в отличие от других жертв, от которых часть мяса все-таки идет на питание. Так, ва-я-ги-шу и поднесли буквально. Шеламим, слово шалем, это вот как раз жертва, мирная жертва, которая должна привести мир между теми, кто ее приносит, и другими людьми. То есть это жертва, мясо, которое в основном таки, да, съедается. Ва-е-ше-ва-ам-ле-эхоль и сел народ кушать. Ве-ша-то. Здесь такая специфическая форма, которая означает пить, да, лишь тот. Сел, есть и пить. Ва-я-ку-му и поднялись. Ле-цахэк. Ле-цахэк буквально смеяться. Тот же корень, что в имени Ицхак. Но комментарий говорит, что это слово часто означает забавляться. Вот и коннотация у него весьма, весьма отрицательная. Паидабэр га-шэм эль-мушэй, сказал Бог Моисею, лех, иди, аред, спустись. Спустись, это можно понять из твоего высокого положения. Ки-шихэт а-мха, ибо развратился народ твой. Моисей, который поднял ты, из земли египетской. Позвольте, Моисей выполнял волю Всевышнего. Почему же здесь Бог говорит народ твой, а не народ мой, или не просто народ? Да, посмотрите в комментарии. Са-ру-магэр. Быстро они свернули, сошли с дороги. Су-ру-мэни, есть такое выражение. Иди прочь от меня, сверни. Мин-га-дэрэх с дороги ашэр цивитим, который я приказал, велел им. Заповедал циват, как митцва. А-су-ла-гэм сделали себе эгель-масэха, цельца литова, или цельца маски. Ва-иш-та-хаву-ло, и поклонились ему. Ва-из-бэху-ло, и зарезали ему зэвах, это жертвы. Ва-йом-ру, и сказали, э-ле, э-ло-хэха, Исраэль, вот они, боди твои, Исраэль, ашэр-ээ-элуха, которые подняли тебя, Мэйрис, и Сраэль, из земли египетской, ва-йом-ру-ше. Эль-мушей сказал Бог Моисею, Ра-и-ти-эт-гамазэ, видел я народ этот в Гене. И вот, Ам-кэше-орэф-гу, народ жестоковыйный он. Это выражение кше-орэф не так давно у нас было, да, буквально несколько недель назад. Я напоминаю, что слово орэф – это затылок или задняя часть шея, шеи. Каше означает твердый, жестоковыйный, то есть словарь не дает, как ни странно, это выражение, хотя, в принципе, оно есть. Более того, не допускается никому и даже самим евреям говорить плохо о еврейском народе в целом. Но, тем не менее, вот это выражение, народ жестоковыйный, применимо к евреям. То есть, если мы хотим сказать, если мы хотим упрекануть еврейский народ, что они опять ничему не учатся, и вот уже третий карантин и четвертые выборы, да, вы понимаете, о чем я сейчас говорю, то допустимо сказать «Амкше орэф», потому что, потому что, сам Всевышний говорит, это о нашем народе. Жестоковыйный, объясняет, раши поворачиваются своими жестокими выями, то есть спиной, затылком, к тем, кто их порицает и не слушают упреков и не слушают советов, не изменяются к лучшему и не делают выводы. Так, «Ше орэф», так, «Ве а та», а теперь «Га ни ха ли», оставь буквально меня, «Ва ихар а пи», и возгорится гнев мой, «Баэм», на них, «Ва а ха лэм», и я их истреблю, то есть буквально «Скушаю», «Пожру», так? Здесь этих слов заключается намек, «Оставь меня, и тогда возгорится мой гнев», да, это выглядит таким оксюмароном, как «я подумал и решил обидеться», да, обычно такие чувства приходят сразу. И Моисей понял этот намек, что если я сейчас не буду просить об этом народе, я оставлю его, то Всевышний готов его уничтожить. Но если я буду просить его о милосердии, то, возможно, и нет. Так, угу, «Ва ихар аль мошэ», и, значит, вот это вот слово, давайте посмотрим в словаре. Простите, а мы пропустили одну строчку. Пропустили, какая неприятность. Давайте, давайте вернемся назад, так, «Ва та», вот, вот, «А а сэ», «А та», точно, это важные слова, правильно, спасибо, Анна. «И сделаю тебя ле гой гадоль, народом великим». То есть Бог предлагает Моисею, значит, поскольку то, что Бог обещал, он не может не исполнить, а обещал он создать народ вечный и привести его в страну, что называется, обетованную, это и будет соблюдено, но, 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 но этот народ сейчас будет истреблен и произведен новый народ из Моисея, из его потомков, и он тоже будет действительно, как и обещал Всевышний, народом потомков Авраама, Исхака и Якова, да, но, но, но всему тому народу 600 тысячам мужчин плюс пожилые плюс женщины плюс дети, примерно 3 миллиона, да, придет сейчас крышка. Так, конечно, Моисею это было бы выгодно, заметьте, что ему уже сейчас 80 лет, и кроме Цорес, он от этого народа ничего, в общем-то, толком не имел, да, если будет новый народ его потомки, то, наверное, уважения к нему будет больше, и, соответственно, нагрузка на него будет меньше, да, но, что делает Моисей, и начал Моисей, да, пал Моисей на лицо. Но, стал он просить Всевышнего, элукав Бога его, Вайомер, и сказал, обратите внимание, что отсюда начинается отрывок, который читаем в посты. Так, отрывок это чтение интересное, значит, идет несколько фраз для Коэна, потом пропускается определенный отрывок, и в другом месте читают уже Леви и Исраэль. Так, и сказал, для чего же Всевышний возгорится гнев твой на народ твой? То есть, если Бог говорит Моисею, народ твой, то Моисей говорит, нет, народ твой. Ашэр Гоцэйтамэээрэц Мицраэм, который ты вывел из страны египетской, Бэкоахгадоль, силою великой, увядь хазака, и рукою сильной. Ла-ма-йо-мару, Мицраэм. Для чего же, скажут египтяне Лаймор, говоря, Бэра-а-а, в плохом, то есть желая чего-то плохого, то есть плохой целью, Го-ци-ам вывел их ла-гарог-отам, чтобы убить их бэ-гарим в горах, уле-ха-ло-там, и буквально покончить с ними. От слова коль, так? Ме-альпней адамам, и истребит их с лица земли. Шо-у-мэ-харона-пэхав, и нахэм, а-ля-ра, ля-мэ-хам. Вернись от гнева, от пыла гнева твоего, и нахэм, нахэм. И смилуйся, прости то плохое, что задумал ты народу твоему. Значит, вот эту фразу, шо-у-мэ-харона-пэха, винахэм, а-ля-ра-ла-мэха, читает весь народ, а чтец, который останавливается, и только после этого прочитывает эту фразу. Наподобие того, как некоторые фразы читали мы в Магилат-эстерп. Вспомни Абрааму, Исхаку и Якову, а-ва-де-ха, рабам твоим. Вспомни их, вспомни буквально к ним, да? Что значит, вспомни их милость. Ашэр нишбаталэем бах. Что ты клялся им собою, то есть чем-то вечным, неприходящим. Ват-э-дабэр алейхэм и говорил им, ар-бэ-эт-зар-ахэм, я увеличу, сделаю великим потомство ваше. Как звезды небесные, да, действительно, Бог говорил это, говорил Аврааму, да? Но если сейчас вместо трехмиллионного народа будет всего несколько, наверное, может быть, десяток потомков Моисея, да, то сильно отложится, значит, план Всевышнего по воспитанию, по образованию вот такого народа. Вэ-холь ха-арец, азот, и всю землю эту, Ашэр а-марти, который сказал я, Этэн лазар ахэм, дам я потомству вашему. Вэ-на-халу ля-олам, и унаследует ее нахала, это земельный надел, который передается в наследство, то есть получат они эту землю во владение, ля-олам вечное. Вэ-нахэм ашэм, и смилостивился Всевышний, Аль-гараа, за то дурное, плохое, злое, Ашэр-ди-бэр, который говорил ла-асот ле-амо, о котором он говорил, чтобы сделать его народу его. Вэ-эй-фэн, и повернулся от слова понэ, от слова, очевидно, понин, так же. Вэ-э-э-э-дмушэ, и спустился Моисей, Мин-гагар, с горы, ушней лохот. И две, мы переводим это слово как скрижали. Более нигде я такого слова не встречал. Но слово лох в современном иврите означает и таблица, и даже классная доска. Га-э-дут, от слова эд, свидетель, скрижали свидетельство. Вот как это называется, бе-я-до в руке, в руке его. Лохот кту-вим, значит, скрижали записанные мишней ав-рей-гэм, с двух сторон. Ай-вер в э-э-вер, с одной стороны и с другой стороны. Мизэ у-мизэ. Гэм кту-вим, они записаны. Комментарий говорит, что буквы заповедей прорезали, скрижали насквозь. Но если мы смотрим с одной стороны, мы видим текст, то с другой стороны мы должны видеть зеркальное отображение этого текста. Но такого не происходило. И с другой стороны мы видели тот же текст незеркально. И интересно, что даже серединка буквы, например, самых, которая представляет собой замкнутый контур, «Она висела в воздухе, не поддерживаемая ничем, ну, кроме воли Всевышнего». Так? Ве-галухот ма-асе элухим гэма. И эти скрижали – дело, значит, создания Всевышнего они. Ве-га михтав, михтав элухим гу. И письмо, писание – это писание Всевышнего. «Харут аль-галухот» – вырезанное на скрижалях. Показывает комментарий, что слово «Харут», написанное через букву «тав», означает то же самое, что «Харут», который был у нас чуть раньше, вырезанный резцом, резец. Так? И говорит комментарий, да, и говорит «Пиркей авот», что это слово «Харут» – вырезанное, можно прочитать как слово «Харут» – свобода. То есть свободу, да, дает что? Наличие какой-то цели. Без цели свободы нет. «Аля лохот» на скрижалях. «Ваишва Яушуа» – ученик Моисея. Голос народа – «Брео». Хоть оно и может быть образовано от корня «рейшайн» – «хей», то есть нечто плохое. Словарь говорит, комментарий показывает нам, что в данном случае в его ликовании, в его радости. И вот интересный комментарий, посмотрите, в словаре. Так? То есть «Раши» показывает, что два слова «онне» с одинаковым написанием и разными значениями, да, используются здесь как аммонимы. То есть, очевидно, вот эти слова, да, я думаю, что Анна напомнит нам объяснение, которое давал Дмитрий из Харькова, «калашник». Так? По поводу библейского значения слова «онне» – поднять голос, чтобы ответить, что-то там такое было, нет? Громко сказать. Не помню, честно говоря. Громко сказать-то было. Громко сказать. В современном это спрашивать, а в танахическом вроде как… Нет, отвечать, отвечать. Да. Ну да, отвечать. Да, в Торе обычно говорится «аану ве амру», то есть подняли голос и сказали. В смысле ответили. Так? «Вайомер Аль-Мухшей» сказал Моисею «коль мил хама», то есть голос войны, ба маханев, стане. То есть происходит что-то такое, что люди воюют либо друг с другом, либо нападение врага, я воюмер. «Эйн коль анот гавура». Что такое «гавура»? Сила, мощь, да? Это не звуки силы. «Вэйн коль анот халуша». «Халаш» – это значит слабый. И это не звуки, которые издает побежденный. То есть просьба о жалости, наверное, да? «Коль анот анухишу мэе». Я слышу, и как говорит нам словарь, да? Посмотрите в словаре, что говорит нам комментарий. «Коль анот халуша» – интересно переведено как «детский лепет». А здесь крики восторга я слышу. Это говорит комментарий Сон Чино. Моше смог определить, что происходит в народе. «Ва и ги ка ашер карав эль амахане». И было, когда приблизились они к Стану. Да, интересный вопрос. Я пропустил, да? А где же был Яушуа? На гору поднимался только Моисей. Но Яушуа, как видно, не в курсе, что происходит. То есть он не был с народом. Где же он был? Говорит комментарий, что он сопровождал Моисея до середины горы. Несмотря на то, что было сказано, что никто не должен подходить к подножию горы. Это не касалось Моисея и не касалось также его ближайшего ученика Яушуа. Но ему было разрешено подняться только до половины дороги. И вот там Яушуа встретил Моисея, да? И тут состоялся между ними вот этот разговор, да? «Ваяр эт ха эгель и увидел он теленка, тельца. Умэ холот». Умэ холот. Буквально танцы, хороводы. Интересно подчеркнуть, что если мы видим, что некий человек совершает некое противоправное действие, мы не должны торопиться обвинять этого человека в том, что он делает его по своему усмотрению. Может быть, его заставили. Может быть, у него было такое положение, что выхода не было. Допустим, он украл, потому что он умирал с голоду. Но если мы видим, что при этом он радуется и веселится, как вот здесь сказано, подчеркнуто, что народ не только создал идола, но и радовался ему. «Ва и хар аф муше и возгорелся гнев Моисея, ва я шлех ми ядо эт алухот». И буквально бросил, выбросил из руки скрижали. Обратите внимание, что здесь корень «шин ламет хав», да? Близкий к значению «шалах послал» или «шалах от ами отпусти народ», мы обычно переводим, да? А этот же корень, например, в значении «брось вверги в пучины моря», да? Отсюда ташлих, ритуал, который совершаем в Роша Шана. То есть буквально бросил из руки своей скрижали «ва и шабер отам» и «сломал их, разбил их». Корень «шин бетрэш», да? Я на уроках иврита привожу как пример. Этот корень может реализоваться в «паале», «шовер», «сломал» и может в «пиэле». Так вот в «пиэле» он означает «усиленное действие». То есть не просто «сломал», а «разбил» в «дребезги» под горой. «Ва и ках эдха эгель» и взял тельца, ашер, асу которого сделали. «Ва и сроф ва эш» и сжег в огне. Интересно, как золото можно сжечь в огне, очевидно. Это он мог. «Ва и тахан» и «истер», то есть превратил в порошок. «Ад ашердак» – до того, пока он мелкий. Слово «дак» означает измельченный буквально в состоянии порошка. «Ва и зер» и «распылил над поверхностью воды», да, рассыпал по воде, растворил в воде. «Ва яшк» – это слово, однокоренное слово «машке». «Машке» – это напиток. «И дал пить, и напоил Эдбна Исраэль» – сынов Израиля. Комментарий показывает, почему. Есть аналогия с законом о сота, о женщине, которую муж подозревает в измене. И какие-то основания у него для этого есть. Так вот, ей давали выпить воду с добавлением определенного порошка пыли. И если она была чиста, проверка была для нее безопасна. Но если она действительно была виновна, то вода оказывалась для нее наказанием. Так вот, здесь идет аналогия с этим. Посмотрите в комментарии. «Ва йо мер муше эль Арон» – и сказал Моисей Арону. «Ме асал хага амазе» – «Что сделал тебе народ этот?» Мы могли бы это выражение понять как риторическое восклицание. «За что же ты причинил такую неприятность всему народу? Что он сделал тебе, что ты оплатил ему этим?» Но здесь вопрос реальный, не риторический. Моисей действительно интересуется, что же тут произошло. Что же сделал этот народ? Как он заставил Аарона так поступить? «Ки хевейта алав» – «Потому что навел ты на него хатаа гедола» – «Великий грех». Арон ввел народ в великий грех тем, что создал этого Эгеля. Но комментарий нам, опираясь на текст и на специфичные выражения, некоторые из них я вам показал, убедительнейшим образом доказывает, что Арон был принужден к этому и действительно воспользовался случаем, чтобы не допустить идолопоклонства, но, к сожалению, это ему не удалось. Сильным было противодействие. «Воямер Арон». И сказал Арон, «Аль-ихар-аф» – «Извините», «Аль-ихар-аф-адуни» – «Пусть не возгорится гнев господина моего», имеется в виду Моисея. «Атая дата, вот ты узнал Эт-Га-Ам». Народ этот. «Ки-бе-ра-гу». Потому что он испорчен, он развращен. «Ва-йомру ли», и сказали они мне, «Асе лану элухим, сделай нам богов, ашер-елху лефанейну, которые пойдут пред нами. «Ки-зе-моше-га-иш». Потому что этот, Моисей, человек, и не более того, ашер-ге-э лану ме-эрец Митраем, который поднял нас из земли египетской, ло-я-дану ме-га-я-ло. Не знаем мы, что случилось с ним, что было ему. «Ва-йомер-лагем лэ-ми загав, и сказал, это Арон рассказывает, и сказал им, «У кого золото?» «Ид-па-ра-ку». Снимите. Ва-эт-нули и дали мне ва-эш-ли хэгу ва-эш». «И бросил я его золото в огонь». Здесь мы видим более точное описание. То есть Арон пытался придать резцом ту одну, ту другую форму этому золоту, и каждый раз он показывал, что нет, он не удовлетворен своей работой. И в результате он был заставлен просто бросить это золото в огонь. ва-э-э-э-гэ-ля-зэй вышел этот телец. То есть буквально вышел. Не просто получился, а вышел, говорит, комментарий, что телец был сделан из золота, он был металлическим, но тем не менее он сам шел, он щипал траву. И в том, что он был как бы одушевлен, люди увидели чудо так, а чудо в понимании народа не происходит просто так. Очевидно, оно было не просто разрешено, а послано Всевышним, послан сверху. И в этом народ увидел оправдание своих действий, что было совершенно неверно. ва-яр-мо-ше-эт-га-ам и увидел Моисей народ ки-паруа-гу. Ибо развращен он. Слово паруа относится и, например, к волосам. Да? Распустить косу, расплести. Распущен, не обуздан. Вот какое выражение здесь к народу применено. Можно вопрос? О! Ибо распустил... Сейчас одну минуточку. Аарон. Ля-шим-ца. Шим-ца. Давайте посмотрим вот это вот слово. На поругание, на... Так, сейчас я взгляну в словаре шим-ца. Позор, осуждение. Бе-ка-мей-хем. Это, кстати, в современном иврите тоже очень шим-ца. Кто-то как-то поносит... Школьное выражение. Учительское. От хулик. Да. То есть, те, кто восстают на них, кто встает на них, то есть против врагов. То есть, теперь Всевышний не будет защищать народ от тех, кто встает на него, от его врагов. Да? Слушай вопрос. Паро извращенный и паро. Это однокоренные слова? Да. 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 Да, представьте. То есть, можно считать, что это два значения одного корня, но корень тут тот же самый. Да, совершенно верно. Я тоже обратил на это внимание, но вот забыл сказать. Спасибо, напомнили. Кафвав. Ва я амод Моше бешаар хамахане и встал Моисей во вратах Цтана. Ва йомер, ми ла шем элайи, кто за Бога, сказал он камне, ва я ацефу элав, и собрались к нему, коль бней леви в тесановья леви. Ва йомер ла хеме сказал им, ко амар хашем элокей Исраэль, так сказал Всевышний Бог Израиля, симу иш харбо аль ерейхо, пусть положит каждый человек меч его на бедро свое, то есть вооружиться, и вру вешуву, пройдите и вернитесь, то есть пройдите туда и сюда, ми шаар ле шаар, от врат до врат, Бамахане, в, как это называется, в Стане. Интересно, что здесь вроде бы следует из этого, что Стан имел границы окружения и имел ворота, с одной стороны и с другой стороны. На иллюстрациях это не показано, и обычно, когда войско встает Станом, достаточно дозорных, но границ нет. Очевидно, может быть, это границы были, собственно, эрувом. Так? То есть, если человек виновен в идолопоклонстве, не смотри на то, что он даже брат твой, ты обязан убить его по слову Всевышнего. Интересно, что если левит взял меч, то кто же его брат? Тоже левит. Имеется в виду брат по матери, либо двоюродный брат. Воя особенная леви сделаешь... Послушай, а тут подлый вопрос про Аарона, на самом деле. Я как бы дико извиняюсь. Да, чего? А не очень понятно, по общему приговору. Вообще говоря, с Аароном тоже важно, нам надо было расправиться, нет? Вот когда я лет 40 примерно назад первый раз читал именно этот текст, у меня, да, было некоторое чувство к Аарону, но комментарий все поставил на место. Он действительно хотел как лучше, да, но получилось. Вы видите как. Да. Ну, обратите внимание, что не только я, но и Всевышний не сердится на Аарона и никак не ставит это ему в укор. Более того, более того, именно в том, что после этого Аарон был назначен Коэн-Гадоль, верховным первосвященником, показывает, что он способен духовно руководить народом. Ну, мне это особо близко, поскольку это, в общем-то, была моя последняя должность в общине в еврейской, именно духовный руководитель, духовный наставник. Так. Ну, там еще как-то есть же мидраж, да, такой красивый, что это связано с костями от самот Юсефа, то есть Юсеф как бы шор. Там есть история, что он бросил слиток золота в огонь, и вот эти двое ребят, там эти, да, там Аверам, они, по-моему, там был идолопоклонник имени Миха. А, ну, там, ну, какие-то товарищи, да, какие-то товарищи, они вот, когда, да, когда гроб с костями Юсефа доставали из реки, из Нила, там был брошен вот этот какой-то бумаг. Золотая табличка, да. Табличка с надписью имени Всевышнего, и они там как-то это припрятали, что-то такое, вот когда бросили, Арон бросил слиток золота в огонь, и вроде хотел сказать людям, что типа ничего не выходит, они бросили туда же вот эту табличку, и вышел, и вышел этот телец, то есть как бы Арон вообще ни при чем, а там как-то кто-то там постарался уже. Ну да, отмазка есть, но кто-то постарался за него. Да, кто-то постарался за него. Если откуда идет это могущество, то есть как вообще Всевышний допускает возможность идолопоклонства, то есть почему он не лишает вот все эти темные силы действенности. То бишь, я представлял себе это так, вот Всевышний управляет всем миром, как, например, скажем, кукольник ниточками управляет, с помощью ниточек управляет куклами на сцене. Но если какому-то зрителю что-то не нравится, допустим, волк слишком страшный и красную шапочку жалко, и он подбегает к этому кукловоду и хватает за ниточки и дергает их сам, чтобы волк не вздумал проглотить красную шапочку, да, он, конечно, может все порвать и все испортить. Но, тем не менее, происходит на сцене не то, что должно происходить. Как же Всевышний это допускает? Ведь это не что иное, как колдовство, некие чары, которые как бы действуют в обход Всевышнему. Но вот ответ на это слишком сложен. Я не берусь сейчас комментировать. Вот. Тем более, что наше время уже подходит к концу. Давайте посмотрим. Ну, тут немного осталось. Давайте постараемся быстро дочитать то, что у нас осталось. Так. Так. Вайомер муше мил у Так. А, извините, это вот здесь было. Так. Вай и пол мин хаам и пала из народа байомагу в этот день киш лошет алфей иш Примерно три тысячи человек. Вайомер муше и сказал Моисей Мил уед ед хэм гайом лошэм То есть наполните руки ваши сегодня к Богу. Сейчас, минуточку, я что-то говорю, честно говоря, не помню, что это означает. Ки на вас сегодня благословение. Какой перевод, если у вас открыт перевод, чтобы мне не искать, не терять время, зачитайте лучше. Двадцать девятый посок. Мне написано и сказал Маше, посвятите сегодня руки вашу Господу. Так. Ибо каждый в сыне своем и в брате своем дабы удостоятся вам сегодня благословения. Ага, понятно, да, близко. Да, спасибо. Вай ги ми мухорат и было на завтра. Вайомер Мушей сказал Маисей народу Атем Хатат Хем. Извините, извините. Атем Хататем. Вы согрешили Хатак Дула грехом великим. Ве Ата сейчас Эле Эль Хашем Я поднимусь к Богу Улай может быть А Хап Ра. И скупит тот же корень, что в слове Йом Кипур. Бе Ат Хатат Хем за грех ваш. И вернулся Моисей к Богу. Вайомер сказал Ана это просьба Хатта Ха Амазе Хатта Ак Дула согрешил народ этот грехом великим. Вая Ас Сулагем Элогей загав и сделали себе богов золотых. Ве Ата А теперь им Тиса Хататам Если понесешь буквально возвысишь грех их. То есть простишь Ви им Эйн Мехейни А если же нет Сотри меня на пожалуйста Ми Сифры Ха из книги твоей Ашер Катав Та Которую ты пишешь. Вайомер Хашем Эль Мушей сказал Бог Моисею Ми Ашер Ашер Тот Кто согрешил мне Эм Хэну Того Я Сотру Ми Сифри из книги моей Ну комментарий говорит что поскольку слово праведника не может остаться нереализованным есть недельная глава где ни разу не встречается имя Моисея Это прошлая недельная глава Да непосредственно А сейчас Лех Нехе Эт Га Спустись Веди буквально народ Интересно что Нехе Здесь наоборот есть Шва На звучащее то есть движущиеся и Шва Нах покоющиеся Но вот здесь в значении Веди Народ Эль Ашер Дибар Туда куда я говорил Лех Лах Тебе Гине Мал Ах Вот Ангел Мой То есть теперь говорит Моисей Говорит Бог Не Я поведу народ а только мой Ангел Да Спрашивается Ну Тем не менее Но все же есть принципиальная разница ведет народ Всевышний или Ангел в чем она заключается Если Бог ведет народ и народ согрешит то Бог может помиловать народ Что касается Ангела он действует по жесткой схеме Как только есть нарушение так сразу является наказание Так вот мой Ангел говорит Бог Будет идти перед тобой И в день когда Я взыщу Я взыщу с вас за грех ваш Ва 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 Тот же корень что в слове Магифа эпидемия и Нагиф пандемия новое слово Гашем Эт Аам И Бог наказал народ эпидемии Аль Ашер Асу за то что сделали Эт Аегель Телца Ашер Асу Аарон Ашер Аса Аарон которого сделал Аарон То есть, несмотря на тот спор, на то обсуждение, которое было у нас с Натаном, я утверждал, что Аарон вроде бы не так и виноват, здесь все-таки в конце подчеркивается, что и его вина здесь тоже была. Дорогие ребята, я поставил на нашу группу в Телеграм маленький файл, посвященный будущему празднику, ближайшему празднику Песах, до которого осталось меньше месяца. Во-первых, в прошлом году неожиданно для нас на Песах не было собраний, не было общественных седеров, и даже те, кто хотел бы пойти к кому-то на седер в гости или на общественный седер, был вынужден делать седер сам. В этом году возможно, дай бог, если я ошибаюсь, чтобы я ошибался, чтобы это было не так, но все же возможно повторение этой ситуации, каждому придется читать самому этот, проводить самому этот седер. Так вот, некоторые отрывки из Пасхальной Агоды я выделил вот в этот файл, и там есть две интересные сноски. Кому важно, посмотрите, посмотрите заранее, и я надеюсь, что, я думал, что, может быть, и мы сегодня выкроем время, чтобы немножко нам подготовиться к Песаху, вот, но если и сегодня, раз мы сегодня не успели, то, надеюсь, что будет в следующий раз. Значит, это мое мнение. Опять же, я выделил отрывки не по критерию важности, а по критерию интереса моего собственного, вот, и надеюсь, что мы эти отрывки с вами постепенно разберем. Большое спасибо за внимание, приходите еще. Спасибо. Окей. Спасибо большое. Счастливо, пока. Класс. Те, кто пришел первый раз, дело в том, что несколько человек ко мне обратились, и я их пригласил на мой курс. Вот, пожалуйста, прошу сообщить мнение, насколько это было вам полезно. Кто-то хочет что-то сказать? Да, конечно, полезно и интересно. Спасибо большое. Ага. Вот такие вежливые. На здоровье рад. Вы Алла, да? Да, я Алла. Понятно. Ага. Ну, как вы видели, курс в большей степени полезен тем, кто уже умеет читать на иврите и знает многие слова, но, тем не менее, даже те, кто не читает на иврите, и все равно, я надеюсь, что-то для себя извлек. Обратите внимание, есть архив наших записей, и примерно год назад я немножко вот помогал разобраться с чтением, с буквами, с огласовками и немножечко с грамматикой. Можно все это посмотреть и немножко повысить уровень своего понимания. Все, спасибо. Спасибо большое. Окей, всем счастливо. Пока.